Сейчас у нас будет еще одна очень важная тема. И это это идея зависимого происхождения. Это еще одно из тех слов, которое звучит очень странно. Я вам дам технические термины, но мы будем говорить только о том, что это значит на самом деле. Очень коротко. Пустота — это то, как вещи не существуют. А зависимое происхождение — это термин для того, как вещи существуют. Когда мы говорим «вещи пустые», мы имеем в виду, что они пусты от чего? Самосуществование. Верно. Кто это сказал? Правильный ответ. Это не означает, что вещи вообще не существуют. Это означает, что вещи, пустые вещи, пусты от существования со своей собственной стороны. Тогда возникает вопрос, ну хорошо, если они не существуют со своей собственной стороны, то как они существуют? И в этой системе есть три различных вида зависимого происхождения. Очевидно, что два из них неправильные. Ну или не то, что неправильные, но они не самые полезные. Если вы решите действительно изучать ACI-курсы и действительно стать просветленным, вы будете на протяжении всех курсов натыкаться на такие моменты, когда вы будете думать, вот это звучит странно. И это совершенно правильно. Оно должно звучать странно, потому что это вынуждает вас задумываться на эту тему. Следующие пять минут мы будем говорить о том, как вещи существуют на самом деле. Традиционно они делятся на вот эти три вида школ. Школы в тибетском буддизме Все три школы преподавал один мистер Шакьямуни. Всего из четыре школы. Только одна из них правильная. Остальные школы — это слегка неправильный взгляд на жизнь, на вещи, как они существуют. Причина, по которой полезно изучать, как вещи существуют слегка неправильно, Это помогает нам самим понять наше слегка неправильное мировоззрение. Итак, первая группа — функционалисты. На самом деле, там внутри три школы. Абидарма, сутристы и школа ум только. Они верят, что вещи существуют от других вещей. Они верят, что изменяемые вещи зависят от своих причин и условий. И мы об этом сейчас поговорим. Они говорят, «Ну, вот эта роза вот там не может существовать без того, чтобы сначала она была семенем». Я не сказал «ментального семени», «физического семени». Которое нужно было сначала появиться в воду, солнце, и только после этого появилась роза. Правильно ли это? Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Ну, зависит. Это, Андрей говорит, это не влияет на то, как она здесь оказалась. Не объясняет, как она здесь оказалась. Ну, не совсем согласна высшей школе. Но обычно, когда вы общаетесь с людьми, которые не слышали про ручку, то, как мы обычно думаем, естественно, причина, по которой Питер оказался, или Мария, вот здесь, это то, что прошли через дверь, занимались йогой, а до этого еще прилетели из Австрии. До этого Питер сам изучал эти курсы, иначе бы он не смог их преподавать. До этого он не изучал из себя курсы, другими делами занимался. До этого был ребенком. Потом мама с папой, два семени, и Питер. Питер зависит от других причин и условий. Ну, для каждого понятно. Смысл в том, что да, есть смысл, и вроде как не такое уж большое дело. Это одно из объяснений того, как вещи существуют, в зависимости от других вещей. От более ранних причин и условий. Поможет ли это объяснение увидеть пустоту, напрямую? Нет, конечно, нет. Не поможет. Но это один из способов мышления. И Андрей говорит, не, но это все не так, потому что он знает, что мы на буддистском занятии, и надо говорить, что все происходит из ментальных семян. Но даже в тот момент, когда я сказал Андрею, Андрей, твой ответ вообще-то соответствует высшей школе, я на самом деле в этот момент соответствовал первой школе. Но вы не переживайте, мы тут сейчас немножко безумно будет. Потому что я шел вот отсюда, вот сюда, потому что я хотел присесть. И вот эта вот ходьба из А в Б вот сюда на кресло, эта ходьба является причиной того, что я сижу. И все в мире таким образом существует. Обычно вот эта школа функционалистов это то, как мы живем. Мы просто об этом не задумываемся, что это школа функционалистов, но это то, как мы живем. Но приведет ли это нас к видению пустоты напрямую? Ни за что. Вот оно, прекрасно. Но это то, как мы думаем. Именно поэтому важно, это здесь. Это то, как вещи были созданы. Они зависят от более ранних причин и условий. Вторая школа. Не то, чтобы она вторая, на самом деле это нижняя школа, выше школа делится на две, на нижнюю и выше. Это вот нижняя часть высшей школы. В общем, неважно. Они говорят, независимые. Вы, ребята, функционалисты, вы не поняли одну очень важную вещь. Есть определенные вещи, которые существуют в нашей жизни, которые не были созданы. они неизменяемые, и они существуют. И ваши функционалисты объяснение не может объяснить, как существуют эти вещи. Функционалисты говорят, ну и что это, что это за вещи такие? Первое — пустое пространство. пустое пространство — это не расстояние между двумя стенами. Это пространство, в котором вещи могут проявляться, появляться. Например, микрофон сейчас вот здесь. вот в этом пространстве вот в этом пространстве сейчас нет ничего, чтобы помешало этому микрофону быть в этом пространстве. А теперь я перемещаю вот в это пространство микрофон. Но вот это пространство, где микрофон был до этого, оно все еще там есть. Правда? Оно неизменяемое. Где Питер стоит сейчас, вот в этом пространстве, где стоит Питер, нет никаких привязаний для того, чтобы форма Питера в нем была. И вот это пустое пространство, оно неизменяемое, оно ничего не делает, оно существует всегда. И вот как существует такое пустое пространство, нельзя объяснить с помощью объяснения функционалистов. Какая еще одна очень важная вещь, которая неизменяемая, у которой нет причины? Пустота. Отсутствие того, что вещь существует со своей собственной стороны, у вот этого факта нет причины. Становится сложнее, в этом есть смысл этого занятия тоже. Вторая школа говорит, поэтому Они говорят, есть лучшее объяснение того, как существуют все вещи. И это сказать, Вещи не существуют от их причин и условий, а вещи существуют в зависимости от их частей. Почему? Вот здесь одна часть пустого пространства, где что-то может появиться. А вот это другая часть пустого пространства, где вещи могут появляться. Если у вас есть все части объекта, то объект может существовать. Если одну часть убрать, то это не является уже этим объектом. В этом есть смысл, правда? Это более мощно. Если у вас есть все части одного объекта, то это является этим объектом. Нет? Я пытаюсь вас соблазнить на подвох. Так, но подождите, есть один объект, у которого существуют все части, но это еще не является этим объектом. И это ручка. Почему? Потому что собака. Потому что у этого объекта есть все части. И я вижу ручку, а собачка не видит ручку, видит игрушку. Те же самые части. И это приводит нас к высшему объяснению, к правильному. Высшая школа говорит, не, 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 вещи не зависят от их частей. Потому что, если вы действительно хотите поупражняться с умом, вы могли бы подумать о своей машине или вообще в целом о какой-нибудь машине. И согласно второй школе, означало бы, что если все части вашей машины присутствуют, это машина, а если одну часть убрать, то это уже не машина. И вы тогда можете подумать, минуточку. Если я сниму одно из боковых зеркал, то что, это уже не будет машиной? Probably yes. Все равно это будет машиной. Если я уберу антенны сверху, все равно машина. Если я сниму одно колесо, два колеса, дверь, боковину. В какой момент это прекратит быть машиной? Потому что это то, о чем говорит старая школа. Они говорят, что если убрать части, но ваш ум начнет думать, так, но все равно же это машина. То есть это не зависит от частей, это не зависит от суммы всех частей. Только если вы не добавите туда одну самую важную часть. И эта часть — это семя в вашем сознании, для того, чтобы вы могли увидеть это как машину. И это единственный способ, как все вещи существуют. Это не зависит от причины и условий. Это не зависит от частей. Это более продвинутое объяснение, но неправильное. Все зависит только от семян, которые раскрываются у вас в сознании. Которые вы посеяли в прошлом, делая что-то, что позволило вам посеять вот это качество, которое вы видите. И это вынуждает вас видеть, например, машину. Эти три объяснения, они медленно пробуждают нас к высшему правильному объяснению третьему. Поможет ли вам среднее, в середине, которое вы видите пустоту напрямую? Нет. Геша Майкл один из примеров приводит. Он прочитал докторскую одного человека из Гарварда. И там говорится, если у вас есть, например, страсть к женщинам, просто подумайте, что эта женщина соткана из атомов. Там просто части. Поможет вам это? Вообще никак не поможет. Все равно у вас будет страсть к этой женщине. Выглядит симпатичная. Мне все равно, состоит она из атомов или нет. И если я не веду этический образ жизни, мне все равно, я побегу за ней, даже если у нее есть партнер. А теперь важный вопрос. Поможет ли вам это третье объяснение устранить все невежество и увидеть пустоту напрямую? Да. Почему? Потому что мы можем повлиять на это. И в примере с девушкой это нас может уберечь от плохих поступков. It can help us to not do bad deeds. Верно. Почему? Вы скажете, я вижу что-то длинное, сексуальное и красивое. А паук ему все равно. Он ничего не видит точно. Ее мама видит что-то другое. Другая женщина видит что-то другое. А, это не существует само по себе. Это происходит из меня. Если это происходит из меня, то красота существует только потому, что я посеял это в прошлом, делая что-то красивое. Если это правда, было бы невероятно глупо забрать у кого-то партнера, супругу или супругу, потому что вы сеете плохое семя, это было бы полное ку-ку. Это не то, что там вы плохой человек, хороший человек. Это просто не приносит вам результаты, которые вы хотите. Это потому, что это не работает на самом деле для вас. Именно поэтому это не нужно делать. Если вы крадете деньги, это обязано вернуться к тому, что у вас не будет денег. Потому что это семя. Поэтому вот это третье объяснение полезное. Хорошо? 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 Спасибо. Продолжение следует...